Максим Ильяхов просил передать, что 15 мая начнется его дистанционный курс «Дизайн текста и визуальное повествование». Учиться писать тексты уже поздно, пора изучать визуальное повествование, как доносить важные мысли не только текстом, а и языком иллюстрации, схем и диаграмм. Еще мне очень нравится структура его курса «Лекции, разбитые на части», которая называется «Привлечь, удержать и побудить». Речь о ваших будущих читателях, конечно. Каждую неделю курса публикуются теоретические видеолекции и их расшифровка. Участники самостоятельно изучают материалы в удобное время. А также каждую неделю даются домашние задания. Участники закрепляют теорию недели на специально подобранных заданиях и разбирают их с преподавателем. Раз в неделю Максим проводит видеоконференцию в прямом эфире, на которой разбирает теорию и задания, и отвечает на вопросы. При ранней записи на курс можно сэкономить. До субботы 15 апреля стоимость ниже на 30%, позднее участие станет уже дороже. Чтобы записаться на курс, приходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Конечно же, поторопитесь. Кадр такой-то, дубль такой-то. Ау. А ты уже пишешь хоть? Да, пишу уже. А, надо помолчать теперь. Виталия Иртышская. «Хочу стать графическим дизайнером с нуля. За плечами никакого образования в сфере дизайна или что-то близкого к этому». Что для этого нужно? Виталия, к сожалению, у нас пока нет курса граф-дизайна и, соответственно, школы граф-дизайнеров. Поэтому, если мы говорим именно о специфике, о ремесле, я бы посоветовал посмотреть специализированных каких-нибудь классных ребят, классных граф-дизайнеров, которые преподают в каких-то школах. Приходит в голову Петр Банков, у которого есть, собственно, школа граф-дизайна, где там все студенты дизайнят клевые плакаты. И это круто именно тем, что у него в этом жанре плаката соединяется все. И типографика, и образы, и графика. То есть, это, мне кажется, и он часто публикует работы студентов, которые мне регулярно очень нравятся. При этом я хочу оговориться, что, в принципе, если бы мы открывали школу граф-дизайнеров, то, конечно же, процентов 80 дисциплин теоретической части совпадали бы со школой дизайнеров, со школой редакторов, со школой руководителей. Почему? Да потому что для дизайнера самое главное – это база и, собственно, софт-скиллы, и понимание коммуникации интерфейсов, понимание типографики, понимание, как сделать работу, как вести переговоры с клиентом. Поэтому даже независимо от того, где и как вы будете изучать именно граф-дизайнерскую часть, я бы в любом случае порекомендовал бы обратить внимание на школу дизайнеров, потому что эта база, которая там есть, вам 100% понадобится, и вы получите очень большой толчок и фору, если вы придете в профессию уже с нашими знаниями и, соответственно, пониманием, как вообще делать дела и проекты. Кэтсап-видео. Не понимаю, в чем ценность курсов, подобных пользовательскому интерфейсу, если у глобальных корпораций, таких как Windows, Face, книга, YouTube, я лично вижу как ошибки, так и недостатки. Они что, курсы не изучают, сколько книг написано, а пользы ноль. Дорогой Кэтсап, дело в том, что, как мне кажется, ваше заблуждение заключается в том, что проблемы с дизайном бывают связаны не только со знаниями и так далее. Я уверен, что во всех перечисленных вами компаниях, конечно же, работают дизайнеры, обладающие нужными знаниями и навыками. Нужно просто понимать, что, во-первых, знания и воплощения – это разные вещи. То есть, в принципе, чтобы воплощать какие-то идеалы, прежде всего нужна для этого какая-то воля. Это раз. Во-вторых, нужно еще понимать, что такое продукт. Продукт – это не только его интерфейс. Интерфейс – это всего лишь прослойка между самой работоспособной системой и каким-то конкретным элементом, в данном случае человеком. И, конечно же, работоспособность редко определяется либо только интерфейсом, либо вообще интерфейсом. Естественно, если бы делали все продукты идеалисты, чтобы все было удобненько пользователю и в идеале бесплатненько, то тогда бы, естественно, работоспособных продуктов бы просто не было. Поэтому, конечно же, соображения бывают разные. И любой реальный продукт – это все равно продукт компромисса. Все равно. Даже если там работают прекрасные дизайнеры, которые стараются найти какие-то изобретательные решения. Тем не менее, любое воплощение, любое идею реальность – оно связано хоть с каким-нибудь, но компромиссиком. Когда вы же что-то изобретаете, появляется новая проблема. И решаете эту проблему, изобретательно следующая проблема появляется. Поэтому, где как не хочешь ты, все равно компромиссик где-нибудь закрадется. Яков Шахов. Как составлять инструкцию пользователя к сервису со сложным бизнес-процессом? Занимается ли бюро подобными работами? Есть ли шаблоны? Яков, я бы порассуждал, наверное, каким образом. Вообще говоря, сложность каких-то процессов и сложность системы – это одна история. И другая история – это пользователи, то есть те, кто пользуется этой системой. Для примера приведу тупейшую метафору. Вот наш человеческий мозг устроен суперсложно. В нем куча каких-то нейронных связей. Хрен знает, как это все работает. Ученые бьются столетиями. Пытаются понять, как же все-таки работает мозг. Но нам для того, чтобы им пользоваться, совершенно это не нужно. То есть мы просто берем им и пользуемся. Соответственно, здесь же такая же история. То есть в идеале, конечно же, вовсе не нужно усложнять жизнь пользователям. Возьмем какой-нибудь, не знаю, сервис госуслуги. Это же суперсложная система. И бизнес-процессы там ого-го. То есть представить себе, какой путь вообще какая-нибудь ваша заявочка на госуслугу должна пройти до каждого ведомства. Еще чтобы ее исполнили, воплотили и так далее. Это, конечно же, суперсложные бизнес-процессы. Но в идеале инструкция к этим процессам вообще не требуется. То есть берешь, просто заходишь, заявочку отправил и все. Конечно, их кто-то пишет. Но, тем не менее, эта инструкция и алгоритм желательно, чтобы было для человека простым. Бывает другая ситуация, когда мы не просто говорим о пользователях, а, предположим, мы говорим об архитекторе этой системы. То есть человек, который должен понимать, как она устроена изнутри, для того, чтобы каким-то образом ее видоизменять, настраивать, программировать или еще что-то. Это уже другая немножко история. Она связана с анализом. Здесь я бы порекомендовал посмотреть на совет, который я давным-давно писал. Это часть моей рукописи, книжки о дизайне продуктов, которая называется «Этапы решения задач». И там в фазе анализа я даю несколько инструментов на разные случаи жизни, как раз для описания сложных систем. Например, там есть такой инструмент, как функциональная иерархия. То есть это система, в которой много каких-то именно процессов, глаголов происходит. И это достаточно быстрый способ описать вот такую сложную систему в виде некого дерева процессов, которые система выполняет. Есть другой инструмент. Это, конечно же, всяческие схемы. Структурные, инфологические, какие угодно. Соответственно, такой способ анализа подходит для систем, в которых много существительных каких-то объектов, связи между которыми нужно изобразить. Ну и, наконец, я там описываю совсем сложную историю, когда у вас есть одновременно и много существительных в системе, и много глаголов. В этом случае я это называю некой историей «синтаксический анализ». То есть, что это значит? Мы берем некую метафору, что есть человеческий язык, который оперирует разными членами предложениями и позволяет описывать сложные связи между объектами. То есть, грубо говоря, у нас есть система, в ней есть субъекты, подлежащие. Какие-нибудь пользователи, менеджеры, контролеры, аудиторы. Эти субъекты взаимодействуют с какими-нибудь объектами. То есть, дополнениями. Это какие-нибудь договоры, филиалы, какие-то угодно объекты. Объекты, прошу прощения. Дальше у этих объектов, естественно, могут быть определения. То есть, какие они. Какие-то статусы в порядке, в норме, критические, на контроле, на рассмотрении. И дальше, после того, как мы описали объекты, субъекты, их состояние, мы можем начать описывать сценарии. То есть, что они делают, как они взаимодействуют. Какой-нибудь менеджер, какого-то филиала, получает какой-то объект договор, как-то его там проверяет, видит какую-то проблему, меняет какой-то статус, зовет контролера и так далее. И то есть, появляются сценарии использования, которые у нас и описывают формально эту систему. По сути, это текст. Но надо сказать, что UML, язык моделирования, это, по сути, как раз синтаксический язык, синтаксического анализа для того, чтобы описывать объекты и их взаимодействия. Есть много разных примеров у меня в совете. Советую, собственно, почитать подробнее. А заодно напишите в комментариях, если вы мечтаете, чтобы моя книжка о дизайна продуктов уже, наконец, вышла. Потому что рукопись ждет своего часа уже год три, наверное, минимум. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Виталию Иртышской. И в качестве приза хочу предложить бесплатные подготовительные курсы в нашу школу дизайнеров. В любом случае, они будут вам полезны. Даже если вы захотите пройти школу позднее, эти подготовительные курсы дают вам базу для любого вида дизайна. Соответственно, Виталий, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные, соответственно, лайкайте видосик, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Пожалуйста, делитесь этим роликом с друзьями. И что-нибудь еще, чего я забыл наверняка сказать. Генерируют эти бесконечные идеальные картинки. У них там какая-то взрывающая мозг штука на виду. Фактически дизайнер должен превращаться в такого микро-арт-директора. И сверху сделан кусочек из зеркала, который отражает небо. Из-за этого кажется, что это реально дырка в этом доме. Одна из тех вещей, ради которых вообще хочется становиться дизайнером. Продолжение следует...